МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спыненная за дождливого надворья уборочная кампания одновилась, а грары выборочно выходят на хлебные поли. Город Майстроу, библиотечный бульвар, полеты на Цяно, аграйцентр отзначил 575 годзе. У Витебску вызначали, хто представить регион на конкурсе правмайстерства Департамента Аховы. Команды Кастрычницкого и Шумиленского отделов перемогли у областной маглядзе конкурсе. Витаю вас у эфира новины Витебской в области у студии Артур Смоляков. Аграры в области выборочно одновели ход уборочной кампании. Надворье дозволило за вчерашний день убрать ясче 6 тысяч гектаров. Специалисты отзначали, что при сухим надворье некоторые районы смогут завершить ж него до конца тыдня. У приватности Чашницкий, Глыботский и Бешанковецкий. Тут убрано больше за 80%. Усяго сёння каравай-прыдзвинья важит 765 тысяч тонн. Амаль 73% от агульной площцы скошены. Середняя ураджайная складает 32,1 центнера с гектара. Найбольше высокие намолоты у хлеборобу Аршанского, Верхнядзвинского и Дубровинского районов. После масштабной реконструкции у агрогородку Крулявщизна, что у Докшицким районе, открылась нафтобаза. Важный для региону объект «Беларуснафта» Витебска был нафтопродукт сдав до профессийного свята работников нафтовой, газовой и палевной промысловости. Святлана Макайева присутничала на урочистом открытии. За больше чем 40-годовую историю и основания нафтобаза потребовала перегрузки. Проведенная за 3 годы реконструкция велася без пынений вытворшисти. У вынеку на Витебшине з'явился объект европейского взрунью. На открытие нафтобазы приехали представники концерна «Белнафтахим», объединение «Беларуснафта», районное и областное уладаў. Замечательный объект, самое важное, что он сегодня соответствует всем самым жестким, самым строгим мерам всех противопожарной безопасности. Это очень важно. Конечно, важно, что сегодня здесь соблюдены все экологические требования. Но и для нас сегодня немаловажный и самый важный, наверное, аспект, то, что в течение суток данная база может отгрузить потребителям до тысячи тонн нефтепродуктов. А для наших условий, особенно когда, учитывая, что база сегодня у нас рассчитана на 7 районов, это очень острая тема стоит во время уборочной, во время посевной. Модернизация объекта дозволила аутоматизовать процесс приема, заховывания и отпуску нафтопродуктов, повысить узровень пожарной и промысловой безпеки, сменшить выкиды паров у атмосферу, полепшить умовы працы для работников базы. Этот объект действительно важен для системы нефтепродуктов и обеспечения. Он у нас носит статус стратегического, он расположен на продуктопроводе. Два у нас было до этого времени объекта, Мозорская и Новополоцкая нефтебаза, и это стало, по сути, такой третьей ключевой нефтебазой в системе нефтепродуктов и обеспечения «Беларусьнефть». Данная реконструкция проходила в два этапа. Вся реконструкция производилась за счет собственных средств предприятия. Ранее нефтебаза могла отпустить в сутки 250 тонн нефтепродуктов. В данный момент мы можем в круглосуточном режиме отпустить максимально 950 тысяч, почти 1000 тонн нефтепродуктов. У студии небегучих годов была уведена устрой первой части магистрального нафтопродуктопровода «Новополоцк-Фанепаль». Палево за открытое акционерного товарыства «Нактан» теперь поступает на сховище нафтопродуктов нафтабазы. Огольной справе сприяло тесное супросовнество с предприемством «Полоск-Транснафта-Дружба». Праздник «Беларусьнефти» – это праздник «Полоск-Транснефт-Дружба», так как мы поставляем сюда дизельное топливо нашим трубопроводным транспортом «Новополоцк-Фанепаль». И уверенность в том, что «Беларусьнефть» идет в направлении совершенствования новых технологий «Беларусьнефть». Я уверен, наш надежный заказчик, который даст возможность нам задействовать на максимальные мощности наш продуктопровод. Урочистую падею нафтовики промерковали до своего профессийного свята. По поручению руководства концерна поздравляю всех нефтяников, нефтепереработчиков, работников предприятия «Нефтетранспорта», «Нефтепродукты обеспечения» с профессиональным праздником «Днем нефтяника». От души хочется пожелать новых трудовых успехов, счастья и здоровья близким. Благодаря вашему совместному труду реализуются такие прекрасные проекты. Коллектив предприятия «Беларусьнафта» «Витебскаблнафтопродукт» на шляху дальнейшей модернизации вытворчасти и повышения эффективности працы. Светлана Макайба, Олег Чарняк, Новины, Докшицкий район. Районный центр Сяно примал веншаванье с юбилеем. Город, який местится на живописном березе в озеро, отзначил 575 годзе. За свою шмат вековую историю, неодъемно связанную с историей краины, Сяно пережило многое. Знищальные пожары, войны, немецкая навала. Однако улюбенным у свой город Сененцем завсюду удавалось одновлять живописное место. Сюня Сяно – сучасный райцентр со своей богатой историей, якому есть, чем гонориться. Виктор Пралич побывал на святе. Не глядячи на солидный взрос, Сяно спаунился 575 год, город молоды. Значно змянюся летость после проведения областного фестиваля Кермашу до Женки-2016. Але богатую историю своего краю Сененцы не забываюць. Урочистості почалися з экскурсу в мифологичное минулое, небы мостом от старожитности до сучасности стало шести гораджан по центральной вулице до площи. Площа города перетворилась у шмат вековый летопис. Яго сторонке удалось прагартать дякуючу реконструюванню основных историчных вех. Падел земли, революция, немецкая навала. Усё тое, что пришлось перожить Сененщине. И безумовно сучасность, а без дитячих голосов уявице немахчыма. Здесь, на нашей территории, здесь тоже проходили танковые сражения, поэтому решили обозначить. А вось Ирины и Сергея Горбачёвы только стали жёнкой и мужем. До знаковой падзей подошли отказно, дату шлюбу выбирали долго и сошлися на дні народжений любимого города. Нам, конечно, очень приятно, что нас пригласили в такой праздник, и у нас сегодня тоже праздник. Сенно – аграрный регион. У розные часы райцентр на экономичном пьедестале за имаурозные позиции. Сегодня район открытый для инвесторов и супрацовництва. Подсверджение тому – подписание домовленности с Порховским районом Псковской в области России. Мы преследуем не только цель сотрудничества между двумя регионами, как развитие неких партнёрских отношений, выстраивание бизнес-отношений. Прежде всего, мы закладываем вот этим тот фундамент, который наши деды, отцы, мы на данном этапе выстраиваем, ту связь между двумя государствами. Вядома Сененщина своими урадженцами, которые прославили малую родиму. Скульптор Заир Азгур – мастак Наполеон Орда. Особное место в этом списке займая знакомитый урадженка Сененщины Матрона Маркевич – аутр орнаменту на державном стягу нашей краины. Такой большой праздник – 575 лет нашему городу. Конечно, город преобразился, дожинки у нас были. И сегодня просто здорово. И погода прекрасная, и выступление – просто все здорово. Поздравляю всех с День города, Сенского района. Желаю всем здоровья, счастья и много добра. Урочистости с нагоды святкования 575 год, где сяно протягнулися до поздней ночи. Город стал одной великой пляцовкой, где развернулся город-майстров, библиотечный бульвар, историчная реконструкция. Финальным аккордом святкования стал святочный фейерверк. Виктор Пралич, Александр Прыставко, Новины, Сен-Мо. Команды Кастрычницкого и Шумиленского отдела у департамента Аховы перемогли у областной магляде конкурсе профессийного майстерства. Он проходил в Витебску на протягу трех ден за споборництвами мужчин в погонах, декаючи, яким усе под Аховой, назирала наш корреспондент Ольга Шмаргун. От их работы залежит спокой людей и захованность майомости. Тому свое профессийное майстерство супрацовники Аховы отточвают что день, а споборничают раз в год. На областный огляд конкурс традиционно съезжаются команды усих районов в области и города Витебска. Кожное подразделение отправляет сюда своих лепших бойцов, які и демонструють майстерство. Это повышение их профессиональных качеств. Сотрудник должен проявить себя как и на спортивной татарине, так же и в террористическом экзамене, и в огневой подготовке. В принципе, это все связано как с служебной деятельностью. Сотрудники показали достойные результаты. Есть кому-то, надо и подтянуть свой уровень. Супрацовники Аховы сдавали теоретичный экзамен, споборничали у строльбе стабельной сброи и володани боевыми приемами, переодольвали полосу пирожкот. Водители демонстровали худкостное маневрование на службовых автомобилях. Милиционеры-кинологи удельничали в конкурсах разом со своими годованцами. Головное практикование тут затремание правопорушальника. Ахляд конкурс растягнулся на три дни. Это были дни напруженной боротьбы, адреналину, неудач и перемог. С каждым годом мои коллеги совершенствуются, повышают уровень. Ну и как бы сам стараюсь также не отступать. Приходится после работы на школьный стадион выходить, стараться идти к успеху. На республиканске могляде конкурсе профессийного майстерства, який стартуя 25-го вересня, Витебскую область представить сборная команда, у якую увойдут самые подрахтованные бойцы. Вольха Шмаргун, Дмитрий Котов, Новины, Витебск. Витебске автоматоры примерили пьяные окуляры и опробовали керуемый занос. Засяродить увагу водителям на проблеме безпеки на дорогах областная держава инспекция вырешала незвычайным способом. Суместно с автошколой профессионал инспекторы дорожного руху провели акцию «Жить все без ДТЗ», примеркованную до початку навучального года. Работу цікавых аттракционов оценила и наша сдымочная группа. Большинство удельников этого незвычайного аттракциону ближе знаемые окуляры виртуальной реальности. Но автошкола «Профессионал» пропонует сесть за рулю пьяных. Новомодный гаджет позволяет очуть на себе небезпеку воджения под градусом. С судовной оптикой пропонуют пройти нескладанный для опытных океров циквест. Надо объехать мяч, который имитает выход на дорогу детяти, а потом припарковать машину. Без Помылкова справиться с заданием не удалось и никому. «У меня, конечно, не получилось. Это все, ну, очень так, это сложно. Все двоится. Ну, на самом деле, если это полная имитация того, что ты в алкогольном состоянии, то это, конечно, просто нереально. Это очень сложно. То есть ты ничего не видишь, не ориентируешься в пространстве. Ну, очень сложно, на самом деле. «Получилось немного из того, что было запланировано. Змейка не получилась. Ну, мячик мы не задавили. В гараж вроде как въехали». Побач с водителями, яких по чарзе, цвярозят пьяные окуляры, аматоры дрифту и адреналину. Тые, у кого правоупакульняма, выстроиваются учергу, как доведаться, як працюе кероемы занос. Специальная конструкция на задних колах ауто моделюя рух машины у дренных умовах на дворья. Вот эти колесики, которые там сзади установлены, они показывают, что бывает с машинкой, когда найдет занос. На малой скорости, на которой мы тут катаемся, я показываю людям, как из такого заноса можно этот автомобиль вывезти, чтобы нас не развернуло и мы никуда не врезались. На большой скорости, к сожалению, уже, наверное, вряд ли что-то сделается. Но на малой скорости машинку можно поймать и вывезти на нужную вам траекторию. Автомобильные интеракты участка великого конкурсу, який аутошкола профессионал суместно с ДАИ организовала, как притягнуть увагу до проблемы детячого травматизму. Усягут шатыры этапы для тех, кто лечит сябе автомобильным асам. Поудельничать у маршкитку можа кожный жадаючи при наявности водительского посвечения. Четыре соревновательные площадки. Это вопрос-ответ, медицина, правила дорожного движения и автодром. Призы это автошины, бесплатные сертификаты обучения на любую категорию, а также детские автокресла. Множество еще дополнительных призов у нас представлены на данном мероприятии. Также организована детская зона. Также сотрудниками ГАИ организована выдача детских водительских удостоверений здесь. Данные акции мы хотим показать людям, что на дороге мелочей не бывает. И водителю в любой ситуации необходимо быть сконцентрированным и, скажем так, принимать какие-то решения в зависимости от сложившейся ситуации на дороге. Целью акции также является привлечение большего количества народа в проблеме детского дорожного транспортного травматизма. За истекший период уже 18 детей были травмированы, 15 получили травмы различной степени тяжести и трое погибли. Это Лезненский район, Половский район и Чашнинский район. Конкурс для аутоаматоров только частка свята. Поколь профессионалы споборничали в ведах и навыках, гостей забауляли аниматоры и кинологи со службовыми собаками. А самые маленькие удельники акции примирали на себе не только милицейские каски, а и роль усоправдных удельников дорожного руху за рулем службовых ретро-аутомобилей удержа автоинспекции. Артур Смоляков и Анпчельников Новины Витебск. И на этом выпуск новин завершенный. Я с вами Развитвуюся. Бисквитные пирожные Сноу Макс и рулеты Мамита солодкие партнеры и прогнозу на дворья. Бисквитный рулет Мамита и пирожные Сноу Макс с различными начинками понравятся и взрослым, и детям. Попробуйте, и пусть ваши будни наполнятся новым вкусом. В ближайшие сутки у Витебской области будет пираменная в облачность. Переважно без опадка. У ветер полночный 3,8 метров за секунду. Температура по ветру ночью плюс 6,11. Максимальная днем плюс 15,20. У Витебску пираменная в облачности без опадка. У ветер полночный 3,8 метров за секунду. Температура по ветру ночью плюс 8,10. Днем 16,18 тепла. Субтитры сделал DimaTorzok